Балы в жизни русского дворянства занимали значительное место, являясь не только развлечением, но и формой общения. Современные школьники, читая романа Льва Толстого «Война и мир», мечтают о своем первом бале так же, как о нем мечтала Наташа Ростова. Некоторые из них хотят, чтобы их кавалером стал мужественный, красивый и сильный Андрей Болконский. У учеников средней общеобразовательной школы номер 17 три года назад появилась возможность возвращаться в XIX век, во времена пушкинских балов. На этот раз темой стала мистическая драма «Пиковая дама». С первым годом существования школы нам пришла идея создания пушкинского бала. Вдохновителем этой идеи стал педагог-организатор, членка Наталья Анатольевна и, конечно, администрация школы. Ребята искренне, всей душой поддержали эту идею. И теперь, вот уже три года, старшие классы школы 8, 9, 10, 11 участвуют в создании вот этого грандиозного праздника, который ребята готовят своим родителям, готовят учителям и готовят жителям всего микрорайона Новая Трехгорка. Актовый зал школы на целый вечер превратился в зимний дворец, где юноши приглашали девушек на танцы – польку, котельон, мазурку, венский вальс. Музыка, восторженные лица, сама атмосфера бала представляли из себя грандиозное по красоте и содержанию зрелище. В этот вечер юноши были особенно галантны, а девушки неотразимы. Музыка, восторженные лица, восторженные лица, барышни в пышных бальных платьях с красивыми прическами, с веерами, кавалеры в черных костюмах или в военных мундирах того времени. Для бала было подготовлено немало сюрпризов. Один из них – романс для директора школы. Порою вас я довижу, на вас молюсь, порою я, а я вас больше всех люблю. Организаторам третьего пушкинского бала удалось воссоздать неповторимую атмосферу 19 века, где каждый – и актер, и зритель одновременно. К нему готовились целых полгода. То, что мы сегодня увидели, и увидели действительно в конце рабочей недели, в конце рабочего дня – это здорово. Это настоящий концерт, это настоящий праздник, который нам подарили дети. Дети, которые готовились несколько месяцев для того, чтобы показать, чему они научились. Потому что это не те дети, которые хотят ходить в какие-то кружки, хотят танцевать. Это дети, те, которые обучаются в данном образовательном учреждении. И мальчишки, и девчонки. И они поэтому действительно показали сегодня то, что мы увидели. Это творчество, это красота. Самое главное – они чувствовали друг друга, они помогали друг другу. И поэтому получился праздник, праздник настоящий. Алексей Поляков признается, что он и его ученики готовы показать свою постановку не только в стенах школы, но и в других концертных залах. По его мнению, очень важно знакомить современных школьников с пушкинской эпохой. А гости праздника надеются, что смогут увидеть пиковую даму в исполнении учащихся 17-й школы еще раз. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.